здрасте на красте меня зовут анна кравченко и вы на моем канале у кого растут усы да есть очень много видео в интернете как удалять пушок и волосы над верхней губой есть миллион неудачных ситуаций после того как это сделали я точно ли мне рекомендую делать это в домашних условиях и это видео не для домашнего использования а это именно видео для профессионалов я совладелица завода по производству косметики и вместе с очень крутым специалистом марина бельг мы разработали идеальную систему удаление волос это именно система рассчитана на удаление волос с лица это может быть вокруг зоны брови бакенбарды и также зона над верхней губой система в себя включает несколько этапов первый этап это обязательно подготовка к удалению лосьон который будет обеззараживать что очень важно а также охлаждать кожу далее воск воск имеет минимальное количество компонентов которые могут вызвать какую-либо реакцию а также это воск низкого плавления низкотемпературного плавления то есть вы не сделаете ожог здесь даже краситель натуральный он сделан из угля и также очень хорошо влияет на кожу после того как вы удалите воском мы наносим сыворотку эта сыворотка восстанавливает очень быстро верхний слой кожи и также успокаивают кожу за счет компонента который называется кровь дракона если был не дай бог какой-то ожог либо раздражение на коже все будет очень 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 быстро сходить и последний этап это маска маска будет нам закрывать поры подсушивать чтобы не было никаких высыпаний и также она в себе содержит компоненты которые будут защищать нашу кожу от воздействия ультрафиолета и сейчас марина берет покажет как правильно удалять волосы над верхней губой первый этап обязательно это очищение нужно хорошо убрать декоративную косметику и сделать это максимально мягкой кисточкой мы не берем никакую щеточку я очищение нам идеально подойдет detox мусс следующий этап это лосьон которые наносим на ватный диск и проходим также очень мягко по всей зоне где будем работать воском обязательно клиента предупредите что данный лосьон будет давать легкое охлаждение у него не было там какой-то паники ой мне холодит это нормально мы специально сделали охлаждение для того чтобы клиенту потом не было больно после лосьона нам нужно обязательно нанести тайк для того чтобы сцепка коз кожей было не сильно и это нам уменьшить травматизацию кожи далее мы разделили всю нашу зону на этапы и первый этап это внешний угол рта наносим воск по росту волосков если у вас пушковые волоски если уже у вас коротенькие волоски и жесткие например клиент решил побрить бритвой перед тем как прийти за несколько дней тогда воска наносим наоборот против роста для того чтобы вас как будто бы обволакивал этот волос и будем вырывать по росту но так как у нашей модели волоски пушковые то наносим воск по росту такими быстрыми движениями ждем пока он застынет палочку оставляем на 1 3 нашего участка подождали и дальше резким движением срываем против роста также важный момент мы не держим палочку двумя пальчиками тремя пальчиками мы держим всей рукой для того чтобы у нас не соскользнули пальцы и уверенно отрываем кожу обязательно натягиваем обратите внимание как марина натягивает кожу и когда наносит воск и когда срывает всегда в противоположную сторону не бойтесь если воск на втором участке зайдет на верхний участок то есть там где вы уже вырывали воск очень мягкие и он вам не травмирует кожу если вдруг вы сделали один раз удаление волосков и они не до конца удалились хотя с этим воском практически такого не бывает вы можете еще раз пройтись повторно и до удалять волоски когда вы удаляете зону там где у нас ямочка особенно есть клиент у кого прям очень глубокая обязательно подержите эту зону несколько секунд не отпускайте пальцы лучше дождаться пока воск полностью застынет и дальше вы уже убираете воск как проверить что все окей что воск уже готов обязательно трогайте пальчиком потому что иногда сверху может быть корочка а внутри еще мягкий воск и когда вы будете дотрагиваться вы будете чувствовать эту зону очень важный момент на этом видео как распределены участки что видите сначала одну часть убираем потом в другую часть убираем вы можете как с помощью палочки убирать так и с помощью без палочки просто ногтем чуть-чуть поддели и дальше резко оторвали воск очень важно натяжка кожи после того как сделали удаление сразу наносим серум я рекомендую серум наносить силиконовой кисточкой либо тем предметом который вы можете хорошо продезинфицировать нанесли подождали одну две минуты до полного впитывания и дальше вы уже можете наносить маску маску смывать не нужно то есть вы нанесли маску она имеет также еще легкий такой тонирующий эффект высветляющий поэтому у вас после двух данных средств сразу идет краснота напишите обязательно в комментариях есть ли у вас усы и как вы с этим боретесь либо они украшают подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии и до скорой встречи